Всем привет! Меня зовут Маргарита, я педагог по вокалу, и сегодня мы с вами разберем песню Оливии Родриго Vampire. Я предлагаю без всяких отлагательств переходить сразу к разбору песни, и по ходу дела я, может быть, покажу какие-то упражнения, которые помогут вам найти нужные звуки, которые нам будут встречаться по ходу этой песни. Их не так много, поэтому, надеюсь, видео не будет очень длинным. Конечно же, я взяла живое выступление, там, где Оливию очень хорошо слышно, она играет на фортепиано и поет, но на самом деле я заметила, что у Оливии сильной разницы нет, просто убрана вот эта компрессия, которая делает звуки намного мощнее, чем они на самом деле есть, что может вводить в заблуждение, об этом попозже поговорим. И без лишних отлагательств давайте уже начнем. На куплете, на первых строчках, мы слышим очень спокойный субтончик, да, то есть есть наличие воздуха в нашем пене. Тут очень много слов, сразу же извиняюсь, если я что-то неправильно произнесу или спою, но, в общем, суть в том, чтобы у нас был воздух. И, как вы слышите, это не очень обычный субтон. Вот про это я сегодня как раз хотела поговорить поподробнее. Это такой модный субтон, который мы можем встретить у Холзи, мы можем встретить вот у Оливия Родриго, у Билли Айлиш иногда мы можем его встретить. В чем заключается прикол, да, то есть я могу спеть с воздухом вот так. То есть звучит абсолютнейше обычно, да, то есть никакой изюминки нет. Но мы слышим какой-то такой интересный призвук тут. То есть немножечко вот такие у нас будут субтоны, вот здесь вот. То есть это, во-первых, такое специфическое произношение, то есть немножечко вот здесь вот собрать нужно, ничего не артикулировать. И второй момент это сжатие корня языка. То есть если вы подвинете язык свой назад, то у нас сразу же такое ощущение какого-то шарика во рту, да, как будто бы у нас там что-то есть, в общем, что нам мешает немножечко. Вот мы можем на своей речи это поизображать, вот этот вот шарик в горле. И потом с этим шариком мы можем с вами пропеть эти строчки. И вот такой вот интересный эффект получается. В общем-то, так поется у нас весь куплект. Не вижу смысла весь его разбирать, каждую строчку, потому что просто очень много слов. И все они поются на вот этом вот странненьком субтоне, модненьком. Так что идем дальше сразу же к бриджу. В котором у нас очень много динамики. Очень она здесь, Оливия, красиво жонглирует субтоном и миксом таким, с твангом, с твангецом. Причем этот микс точно у нас на тоненьком смыкании. Да, мы можем его очень просто найти, через скулеж какой-нибудь. Ну, самое главное, что чередуется звук с наличием воздуха и вот этот вот натянутый микс на тоненьком смыке. Вот посмотрите, как филигранно здесь она переходит из воздушного звука вот в этот вот приплакнутый, звонкий, тоненький микс. Слово make поется у нас уже вот в этом скулежном, извините, в этом миксте, да. Там уже воздух у нас убирается, звук натягивается. Сейчас, чтобы с тональности не уходить. То есть, опять у нас слово fine мы натянулись и приплакнули. Кстати, очень важно здесь этот звук приплакнуть, чтобы наше смыкание все-таки было тонким, да. Слушаем дальше. Тут эта строчка тоже у нас поется с воздухом. На only натянулись. Тут мы начинаем уже уплотняться, петь увереннее, да. Тут смыкание, как таковое, не уплотняется само, да. Мы остаемся в миксте на тонком смыке, но мы добавляем давление в этот звук. То есть, мы дальше начинаем направлять этот звук. Дальше у нас все поется на миксте с таким нормальным количеством тванга. Первое, что нам нужно, еще разочек поискать тванг и нужное количество давления. Оставаться нужно в тонком смыкании, чтобы не надорваться, чтобы пелось нам, в принципе, это легко. Самое простое и самое действенное упражнение – это мяукать, как мартовский котик. Вот прям такой, такой вот прям на взводе мартовский кошак весенний, да. То есть, прям мяукаем вот так. Не нужно делать что-то типа мяу, мяу. Это совершенно не то. Нам нужен прям такой неистовый мартовский кот. Это нам нужно для того, чтобы наш аппарат собрался. У нас было бы много тванга, который дает именно громкость и мощность. И это нужно для того, чтобы мы с вами не работой в теле, не мышцами шеи, да, не мышцы шеи напрягали, когда поем, не тело включали, когда поем высокие ноты, не пресс, да. Тело, по сути, у нас расслаблено. То есть, количество работы в теле у нас, ну, где-то 3 балла из 10. Если уж совсем хочется здесь постараться, то попробуйте опереть свой звук именно на спину. Представьте, что вы отталкиваетесь от чего-то, чтобы у вас работали именно широчайшие мышцы спины, чтобы чувствовались лопатки. Но не пресс, не зажимаемся, да, чтобы у нас не включались чрезмерно ложные связки, чтобы не было вот какого-то зажима. Также проследите за своим языком. Язык не должен быть напряжен, корень языка тем более. На самом деле на этом звуке достаточно высоко можно подниматься, главное следите, чтобы ваше тело не включалось, чтобы вы не пыжились. Потом можно на этом мяу пропеть как раз эту строчку. На мяу прям мартовским котом. Мы попели таким образом, не напрягаемся, а приплакиваем, это разные вещи, потому что когда мы приплакиваем, у нас бровки домиком, вспоминаем диснеевских персонажей, вот такие бровки, а не вот такие, тогда у нас будет достаточно тяжелый звук, если он вообще в целом сможет из вас выйти. Когда вы несколько раз помяукали, уже поняли, что тело ваше успокоилось, оно не напрягается, я вообще советую здесь несколько подходов делать, то есть в день по 5 минут, но по 3 раза где-то, не сильно мучить свои связки. Итак, мяукайте, допустим, по полтона, когда понимаете, что вам уже легко, вы можете попробовать спеть именно эту фразу, в чем сложность в том, что она поднимается каждый раз, и многим психологически тяжело еще выше, еще выше, еще выше делать в пределах одной фразы. Поэтому здесь постепенность будет вашим залогом успеха. Ну и когда вы уже потренировались, неделю, две, три, у кого как, сколько займет, у кого два месяца, что абсолютно нормально, кстати, то мы уже пробуем вместо мяуканья подставлять слова. И тут уже очень важно не растерять настройки аппарата, которые были на мяу, то есть когда вы поете разные гласные, разные слоги, то вам очень важно оставить свои настройки аппарата такими же, которые были на мяу. Поэтому я вам предлагаю сильно не выговаривать слова, как бы их очень лениво как бы пропевать, не артикулировать ни в коем случае, потому что это может очень сильно сбить ваши настройки в аппарате. То есть максимально, чтобы у вас язык ничего, чтобы не двигалось, чтобы язык лежал на одном месте, корень языка приподнят, здесь может быть улыбка, это многим помогает. И здесь еще есть такая особенность, что концовочки фраз Оливия Родриго как бы выбрасывает. Они больше в такой крик немножечко, да, вокальный, вырываются. Фишка в том, чтобы там небо чуть-чуть поднялось наше, то есть у нас основной вокал идет серединка на половинку, то есть небо таким образом у нас стоит, оно находится достаточно близко к корню языка, что дает эффект. То есть половина звука как бы через носоглотку еще выходит. А вот этот parts чуть-чуть можно небо приподнять, мягкое. Ну, на самом деле легче всего там просто как бы взрыднуть немножечко. Тогда у вас получится именно то, что нужно. На самой главной строчке, да, здесь вообще без паники. Продолжаем приплакивать и внутренне мяукать, да, каждый слог. Споем прилично. Тут главное не начинать включать тело, потому что включенное тело, то есть когда вы начинаете напрягаться физически, то, скорее всего, у вас будет чрезмерная работа в ложных связках, в целом, да, в мышцах шеи, что зажмет ваш звук, и он не сможет раскрыться. Он будет либо зажатый, либо писклявый. Вот, поэтому здесь важно очень расслабиться. Можно вниз направлять свой звук. Можно вообще и в идеале по отдельности поработать с этими фразами. Кстати, вот здесь заметьте, что Оливия Родриго сама сделала паузу. То есть сама сделала вот этот вот вдох, когда ты можешь немножечко отдохнуть и снять все накопившееся напряжение. Это очень помогает, когда у нас такая мощная, нарастающая по высоте строчка. Дальше в песне у нас в целом ничего не меняется. И единственное, что один балл накидываем по динамике и давлению, потому что дальше песня становится активнее. Вот, но в целом там ничего не меняется, все то же самое. Да, и забыла вам сказать очень важную вещь, чтобы вы обязательно подписывались на мой телеграм-канал, потому что там все самые интересные новости, о которых вы можете узнать первыми. В том числе и о курсах, которые я периодически провожу. Это и перестройка, которая скоро уже будет из академического вокала в эстрадный. Расскажу все секреты, тонкости. Что мне самой помогло перестроиться из академического вокала в эстрадный, потому что я вот яркий пример того, что это возможно. Соответственно, да, подписывайтесь. И, конечно же, буду рада, если вы поставите лайк этому видео, подпишитесь, ну и всякие вот эти вот грязные ютубные делишки сделаете. В общем, я буду рада. Всем пока и, конечно же, пойте красиво.